Меня зовут Марат. Сегодня мы с вами обучимся пожарно-техническим именем, в окончании которого вы получите удостоверение, взамен неразонить будет, намного попроще, чем по охране труда в процессе. Занятие может также задавать вопросы, стараясь на них ответить. Также кому можно записывать имя номер цветной, если какие-то вопросы будут возникать в дальнейшем процессе работы, Я тоже стараюсь на них ответить. А могут позаписать 8, 967, 24, 4, 2, 5, 1. Вчера завица нам рады. Маленький вопрос. Для чего пришли обучаться пожаротехнической лимон? Чтобы контролировать порядок введенных средств пожарной безопасности. Это охранная система плюс все наши натушители. Что бы контролировать? То есть так вы не пришли, не посчитали, сколько их перевезли? Так, я визуально, да. Для проверки нужно, чтобы это было все задокументировано. Ну, во-первых, это я знаю, когда я купил. Ну, а это для, ну, в обычном журнале. Когда я купил, все годности. Проверка пожарная сигнализация, когда пришли. Ну, и внутренний контроль, как бы, солнечный. Остальные? Необходимо ответственный на производство. Это для тех, кто отвечает на «Аккуратную безопасность» и обучение профессионалов. Я согласен с этим. Я не могу ответить. Что бы ответственность, что вы за пожарную безопасность? То есть все будете ответственность за пожарную безопасность? Ну, да. А, все-таки было. А, идет хорошо. Вы стоили на случай отреку? Потому что штаб некоторый, то штаб получает. Да, собственно, это, потому что у него есть корочка? Нет, для того, чтобы инспектор пришел, он подожжет туда и есть корочка. Ну, это разные проекты, просто. Разные. А почему это? Ну, не просто пришел, покажите корочку, а у вас есть такая способы сезона, а покажите мне еще что-то здесь есть. Ни разу не вижу, чтобы какой-то человек, инспектор, пришел, спросил корочку, а за меня слушал. Ну, есть такие, там просто еще, ему не надо что-то спросить. Так вот, на самом деле, да, все замечательно, все вы будете квалифицированы, по крайней мере, по удостоверению. А как вы запомните, как, что я вам расскажу? Я надеюсь, все будет хорошо. К пожару, слава богу, у нас не так часто, у нас часто воевали проверки, правильно? Какие виды проверок бывают? Напомните, вам будет все помнить. Разговаривайте, вот прям вот разговаривайте, сомнитесь. У нас это планы или планы? Да. Знаете? Планы или планы? Только хоть и планы, хоть и не планы, это непонятно. Ну, вот и рассказывайте про это из ваших. Конечно, да. Так вот, существует 2.04. Федеральный закон о защите правки людей среди с индивидуальной проблематикой проведения проверок надзорными органами. Он насадит 26 декабря 2008 года. Это основной документ, который пользуются как? Вы, кого у вас проверяют, так и надзорный опыт. На основании этого федерального закона каждый год на сайте Генеральной прокуратуры вывешивается план планов проверки в текущий год. То есть зайдя на сайт Генеральной прокуратуры в начале года вы смотрите, какой надзорный опыт, в каком месяце, и на какой объект, если несколько, да, у вас филиалов, зданий и так далее. Он может прийти, что конкретно будет проверено. Это именно плановая проверка. А плановая проверка предупреждает за 3 рабочих дня до ее начала проводится на 20 рабочих дней. В некоторых случаях может увеличиваться еще на 20 рабочих дней. Также вышло постановление номер 806 от 17 августа 2016 года о применении риско-орентировочных подходов. В связи с этим, в зависимости от категории, в которой ваш объект будет 500, плановые проверки могут проводиться либо один раз в 3 года, либо один раз в 4 года, либо один раз в 7 лет, либо один раз в 10 лет. Также были внесены изменения в постановлении правительства номер 290 от 12 апреля 2012 года о применении проверочных листов. Мы пока не туда сейчас вам говорили про проверочность, а также и про пожарную безопасность. Так вот, с 1 октября 2017 года эти проверочные листы уже действуют для многоквартирных живых домов, для зданий организации Дальболи и зданий организации общественного питания. Для остальных зданий эти проверочные листы будут действовать с 1 июля 2018 года. Т.е. Плановые проверки очень удобно находятся. Т.е. на каком листе знаем, к какому адресу они придут, этот проверочный лист подняли, подготовили свой объект, все соответственно соответствует и ждем поведения. Также существует неплавная проверка в области пожарной безопасности. Первый случай. вводится особый противопожарный режим на какой-либо территории. Берем, например, город Москва. Мэр объявляет особый противопожарный режим на ее территории. Для примера, в последний раз это было лета 2010 года. Думаю, многие помнят. Также могу обрадовать, что в особый противопожарный режим вводится на проведение Чемпионата мира Кубова. Такого числа еще непонятно, но в городах, которые будут точно проходить Чемпионат мира Кубова, будут введены особый противопожарный режим. Уже везде обратно объявили высокое ОВД постановление правительства еще не видно. Третий случай. Исдается приказ МЧС РФ на основании постановления правительства РФ либо Президента РФ о проверке какой-либо своей деятельности. Живой пример. Это был в декабре 2009 года. Перемь хамана на лошадь массовых комитетов. В этих трех случаях предупреждается о проверке за 24 часа до ее ночи. И четвертый случай поступило заявление жалобы на вашу организацию о том, что имеется нарушение требований пожарного безопасности. В этом случае инспектор имеет право вас не предупреждать о проверке. Любая внеглавная проверка проводится в 20 рабочих и увеличится ни при каких обстоятельствах она не может. Любая проверка разрешается включением вам акта проверки. Пришел инспектор, проверил за два, отключим вам акт проверки. Все, вы имеете право, инспектор, не пускать на свою территорию. Пускай он писает новое распоряжение, заново что-то приходит в предупреждение. То есть ни предписание, ни протокол написали именно акт проверки. Подписали его с двух сторон, все, проверка завершена. Это распоряжение закончено. Так же существует прокурорский проект, который сейчас проходил после землиничка. Которого многие знают и многие слышат. Чем оно неприятно? Во-первых, они не подчиняются Льезином 4-м федеральным законам. У них свой федеральный закон. Они приходят без предупреждений. То есть, как пожаловать, да? Они привлекают уже сотрудников. Что они хотели проверить? Ну вот, например, наша семья личная. Карелова у нас. Гибель. Было указание Генеральной прокуратуры о проведении проверок прокуратурой торговых центров и других объектов с массовыми регионами. Их прям четко было появилось привлечение сотрудников участия. Что они могли делать? Они могли сразу закрывать объекты. Мы слышали, а некоторые торговые центры начали исправить. У инспектора государственного пожарного надзора неправильно сразу закрывать ваш обед. У них нет полномочий. У прокуратуры есть. Также у прокуратуры выписывают представление, на которое вы должны ответить. То есть нарушение какие-то выявили, они вам дают представление, на которое вы в течение месяца должны ответить и наказать своих сотрудников, кто пропустил нарушение требований пожарной безопасности. Если они не отправляют ее в постановление административного правонарушения и направляют в суд на закрытие, то они направляют их на рассмотрение уже в орган государственного пожарного надзора. И те уже выносят либо штрафные санкции, либо предупреждения. То есть любая прокуратская проверка двойное наказание. Вы на представление отвечаете, там какие-то внутренние указания, они требуют обязательно, чтобы наказали, и уже орган государственного пожарного надзора. Тоже вас нарушают. Понятно, что споешь? Угу. Замечательно. Жалоба должна куда-то быть написана на сайте, где сочетается с вами жалоб и написано в книге жалоб предложения. То есть написать или жалоб. И, допустим, пришли к проверке. После этого пожарный надзор не может быть цепленным на сайте? Подается в орган государственного пожарного надзора. Туда рассмотрение и там они уже согласовывают. Прокуратура и так далее. Проще всего писать, конечно, на дневную прокуратуру. Если же хотите там от бизнеса избавиться, то вообще кто-то там плохо. И писать не только пожарные надзоры, ну то есть пожарные нарушения карты принцессы, еще и еще куча написан. Тогда точно здесь будет исправить. У нас пока книги жалоб предложения. У нас книги жалоб предложения. У нас книги жалоб предложения. Уходы там. Уходы там. Одни, правда, я знаю, на кого заплатили 25, но прошли с суммой 15 тысяч. Цепер-юбрана, там еще камбус у нас с какой-то стороны. Вообще у нас еще какие-то надписи участия. А сколько приходит? Ну это, ну, скорочка с какой-то приходит. Да. Показывают эту кнопочку. Да, да, да. Вот я поэтому спрошу, то есть то, что если они так чисто написали книги жалоб предложения, я отвечать ответила? Вы им ответили еще? Конечно, это нет. Это именно подается группам государственного пожарного надзора, прям заявление начальнику, там, район-мэя, такого-то, такого-то, в связи с такими-то нарушениями, там, рода жизни, здоровья людей, если там красивые фазы добавить. То есть это, если он туда пишет, то, соответственно, по-своему, недавние пределы не было? Ну, его проверяют обязательно, конечно. Что этот человек живой. Раньше они года два не проверяли. Нам приходилось выходить, пришли и отвечали письмами этому адресу, там, и так далее. Либо, вообще, если не подтверждался какой-то гражданин, просто не отвечали. Просто, правда, складывали эти документы, чтобы да, проведена проверка, не подтвердилось. Либо подтвердилось, какие-то нарушения, какие-то выходили. То есть у тебя просто они лежат. Так что прокуратура согласовывается, прокуратура отчета отчета. То есть теперь нет. Тем каком я тебя не проверяю. Вы собственники или арендаторы помещения? Да. Или вы. Да. Я просто. А вы? Что я понимаю? Ваше юридическое лицо. Вы у нас, скорее всего, если у школы, значит права оперативного управления. То есть собственники без денег. То есть все вам передали, но деньги вам не дали. Так вот, у вас должен быть документ основной. Это акт ввода эксплуатации вашего здания сооружения строения. Чтобы инспекторы, когда приходят, не предъявляли современные требования строительных форм правил. То есть, ну, например, в детские сады до 1997 года у них ширина лестничного марша была минимум 1,20 м. После 1997 года ширина лестничного марша стала минимум 1,35 м. То есть где мы возьмем 15 см несущую стену. Проще сады снести и построить. Для этого и существует этот акт ввода эксплуатации. То есть если вы построены как школы, вы ее эксплуатируете как школы. Не было ни реконструкций, ни перепланировок, ни технических перевожения помещений, то у вас в соответствии с годом постройки такие строительные правила вам предполагаются. Чтобы такого не было. Сами понимаете, это невозможно. В арендаторе договор аренды помещений. Которому должна четко огражена зона ответственных сторон в области пожарной безопасности. За что отвечаете вы, за что отвечает собственник, и для чего вы в аренду взяли эти помещения. Опять же, чтобы такого не было, взяли для одного, потом для другого, требования уже совсем меняется. Также для чего это делается. Например, мне слово не прописано, кто за что отвечает в области пожарной безопасности. Инспектор приходит проверять собственника или арендатора, без разницы. Составляя протоколы одинаковые как на вас, так и на собственника, разворачиваются. Сами понимаете, что хоть один протокол не останется все еще. Вы там будете разбираться. Я за это отвечаю, не я за это отвечаю и так далее. Его это уже не интересует. И еще, чаще всего, вы начинаете с собственником разбираться, эти грушины мои, эти не мои, из того, чтобы объединиться один протокол. Потерять, а второй заплатить вдвоем. Очень часто так бывает. Так что, поэтому, прямо принимаем договор и смотрим, где вы допником прописаны. Также очень часто собственники будут прописывать один пункт, что если по линии арендатора будет появлено нарушение в области пожарной безопасности, и за это будет административное наказание в виде шкафных санкций, то арендатор их оплачивает в полном объекте. Как эти лопаты также происходят. Сходит, проверяет собственника, заходит в ваше арендатор помещение, посмотрели, ушли дальше. Ну, вроде посмотрел, ничего не сказал, наверное, ничего не видел. Там собственник говорит, какие-то нарушения в таких-то таких-то помещениях. «Ой, у меня за это арендатор отвечает. Все нормально. Вставим на меня протокол. Перевод пишу. В этих судебных частях и так далее». Подписывает и ходит к вам. «Здравствуйте. У нас такой пункт есть. Вот такие нарушения были. Как раз ваше принадлежное помещение. Код у меня в акт. Записание в суд. Подписано. Ребята, есть такой пункт. Оплачивайте мне эти штрафные санкции». «Домой он собственный. Домой им арендатор. Мы довольны только вы». Поэтому поднимаем договор аренды и читаем. Потому что почему-то чаще всего юристы наши смотрят на договор аренды и так поступят и поступят. Лишь бы деньги, там вот это все основное, а пожарный безопасность. Прописывают. «Да». «Как же им лично прописываться?» «Помещения должны не соответствовать. Пожарные безопасности». По Конституции Российской Федерации все помещения предоставлены в аренду соответствуют требованиям пожарных запасов. Но так как вы их берете в аренду, вы, значит, о чем-то там договаривались, либо вы ремонт делаете, либо это там они или когда-нибудь. Поэтому посмотрите, чёрт-то понимаешь. Ну а теперь переходим к правилам противопожарного режима Российской Федерации. Подтвержденное постановлением правительства номер 390 от 25 апреля 2012 года. Это настольная книга инспектора. Этот документ вы должны выполнять в полном объёме, вне зависимости от года постройки вашего здания. Первое. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путём проведения противопожарного стептажа и прохождения пожарной технического службы. Инструктажи такие же, как по охране труда, которые мы обществом рассказывали, это годный, первичный, повторный, внеплановый и целеводный. Годный и первичный. До преступления в самостоятельной работе вашего сотрудника проводятся. Повторный не реже одного раза в год. Инструкция разрабатывается в соответствии с разделом номер 18. Это правил противопожарного режима. То есть тема эта инструкция прописана. Для каждого взрыво-пожароопасного и пожароопасного участка, то есть для производственных и складских помещений категории А, В и В1, разрабатываются отдельные инструкции. И с такими сотрудниками инструктаж проводится не ниже одного раза в год. Инструкция, в смысле, по специфической безопасности? Тем более, по взрыво-пожарной и пожарной опасности. Это пожарная нагрузка помещений. Что вы подключаете в каком смысле? Проводка, счетчик? Что вы там храните? Вот есть у вас помещение. Например, вы взяли этот раз. Я хочу здесь сделать склад. Я буду хранить такие, 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 такие. Возвращаются документы и высчитываются, какая пожарная нагрузка. А, то есть есть документы, которые тоже пожарные нагрузки. Нужно ее рассчитать? Да, конечно. Либо фирма вызывается, в которой фирма умеет, ее рассчитают. В отличие от охраны труда, у нас пожарная безопасность и журналисты тоже может ввести один. Вы также можете разделить, кому как вы. Если небольшое предприятие, то можно разделить. Там есть графа «Витом структажа». В этой графе вы как раз прописываете слова «бордный», «передичный», «повторный», «неплановый» и «целевый». То есть, в отличие от охраны труда, мы не прописываем этого структажа. Иногда это попроще инспектору подсунуть любые три, а не на верной инструкции. И прохождение пожарно-технического минимума. Если раньше пожарно-технический минимум проходили только руководители или, соответственно, за пожарную безопасность, то теперь получается по этому пункту третьему, что все ваши сотрудники должны проходить как инструктаж, так и пожарно-технический минимум. Понятно, что это очень дорогостоящее, если всех направлять сюда в учебный центр. Поэтому существует 645-й приказ МЧС Российской Федерации. Он у нас от 12 декабря 2007 года. На основании этого приказа вы у себя в организации создаете пожарно-техническую комиссию. Туда входят как минимум 3 человека, обученные специализированной организацией, имеющие лицензию. Типовые программы там имеются, то есть вы ее от себя перерабатываете, распечатываете, обучаете своих сотрудников по этой программе и делаете протокол принятия зачета, в котором вы сейчас тоже по окончании обучения будете расписывать, что вы молодцы, сдали зачет и не зря получили кодочку. То есть кодочку там не надо давать, просто протокол принятия зачета. Так мы уходим от вопроса, чтобы всех не направлять сюда в учебный центр. То есть намного больше. Следующее. Руководитель организации назначает лицо ответственность за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. У нас нет четкихarina езды – скажи – сколько ответственность за пожарную безопасность прошло. Это может быть один человек, отвечающий за все здания в своем заболевании. Так и несколько человек, даже за каждое помещение, за каждый свой отделянак отchi. ủь orthosurization. Кто здесь руководитель, принимает само решение. Сколько человеку будет назначено. Единственное, что все ответственные за пожарную безопасность должны проходить обучения специализированной организацией noch не вicia цифру. Возврат к кастру свидетелю. Мы сами не сказали. Следующее. В складских производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок, руководители организации обеспечивают наличие табличек с новым телефоном для вызова пожарной охраны. То есть раньше было только в местах размещения социальных телефонов, но теперь все мобильные. Теперь во всех помещениях размещаются такие таблички. Все вам позвоните, пожалуйста. 0,1, еще варианты. 2,1, еще варианты. 2,1, еще варианты. Все, не знаете, вы решили 611515. Поверните голову про обращение на 180, и увидите еще раз табличку, которая... Да, вот пока 3,0 действует. Но скоро времени, с него же, конечно, 2 года я говорю, но как-то это все-таки будет отменено. Значит, умирается вызовы экспрессов. То есть если у вас пока вот такие, только 0,0, то пока не действует. Но как только будет принят закон о том, что они не отвечают уже, то вы их должны снять и только в таком . не следует. 1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,3,4. Если вы хотите получить дополнительные средства, то это есть 4,4,4,3,4,3,4,3,4,3,4,4,3,3,4,3,3,4. А также на объектах с рабочими местами даже для десяти и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации в день при пожаре. То есть все мы их видели, все мы знаем эти планы эвакуации, да? Кто мне скажет, при каких ситуациях, при каких обстоятельствах мы им будем использовать? Когда засветится выход работать с эвакуации? При любой чрезвычайной ситуации мы им будем использовать, правильно? Ну да, ну закалился, значит чрезвычайная ситуация. Я вам бросаю сейчас дымовую шашку сюда, выключаю свет. Кто из нас побежит планов эвакуации искать? В какой смысле? Ну вы сказали, что вы будете пользоваться при чрезвычайной ситуации планов эвакуации. Я вам привел пример, чрезвычайная ситуация, выключил свет, бросил дымовую шашку. Вы побежите искать планов эвакуации. Вы только что мне сказали, что да, вы будете пользоваться. Я бы сказал, что когда пожар планов эвакуации при пожаре. При пожаре. Когда сработала сигнализация, сработала сигнализация, она срабатывает. Когда еще нет задумеения в помещении. Да что вы говорите, а отчего у нас датчики срабатывают? При легком задумеении уже срабатывают датчики. Соответственно начинает орать сигнализация и светится значок выхода. Соответственно первое, во-вторых, человек, если заблокированный какой-то выход, смотрит, где еще кто будет на эту схему. То есть это в основном выход, там добавочная схема. По идее схема эвакуации нужна, ты должен зайти и сначала в знакомость, потом выходить уже на объект. Вы изучали себя, что прошли сегодня? Нет. Почему? Вы сами сказали, по идее. Вы в торговый центр заходите, вы изучаете планов эвакуации? Ну, никогда человек не ходит. Вы даже учите, и потом, когда начнется паника, вы не найдете обратной выход, даже при прочитав этой инструкции. Она не инструкция, она сфера, я сама сферу рисовала, все решила. Могу сказать, там четко должны быть. Выход один, выход запасной. А не прям четко двумя стрелками. И это должно быть одна, куда выйти вторая. Это все видно, все понятно, если схема правильно сделана. И это инструктаж персонала для того и нужно, чтобы они ориентировались в схеме. Это не клиенты, не посетители, не пациенты должны бегать, а что там со схемой. А именно те сотрудники, которые как раз пошли инструктаж, была проведена в ходе проведения учения. Почему вы мне сразу так не сказали? Почему сказали, когда сработает сигнализация? Но вы же не мои про посетителей. Я не про посетителей. Я первый вопрос был, когда вы будете пользоваться планом эвакуации, при каких ситуациях, при каких обстоятельствах. Я всегда один и тот же вопрос задаю. Все правильно. Вы должны обучать своих сотрудников. При любом виде инструктажа вы рассказываете, повторяете, где у вас инструкционные выходы. Вот эти планеты у нас здесь висят и так далее. Они должны ориентироваться. Вы пришли сейчас в незнакомое помещение, я отвечаю за вас. Я вас буду выводить. Но какая вероятность того, что я вас выведу? Да, у вас есть проценты. Нет. У меня институт самосохранения сработает, я первый убегаю. Ну, у вас тут спасали. За что? За то, что вы пожалели. Я скажу, я пошел в туалет. Тут прозвучала сигнализация и так далее. Ну, тут камера. Ну, тут зим. Да. И что? Институт самосохранения, да, у меня бзик пошел и все. Так вот, незнакомое помещение, сейчас мы про пути эвакуации рассказываем, да, я вам буду рассказать. Так вы должны корректироваться по стрелке направления движения потенциального буха. То есть из любого помещения, выходя из кабинета и так далее, холл, поле, вы либо должны выйти этот облог-выкор, либо стрелка направления движения потенциального буха. Чтобы четко знать, куда вам бежать. Человек потому что инстинктивно, да, если вы говорите, хорошая планировка, да, там, заморочен, тогда да. А так человек, вы уже сюда пришли, вы все побежите куда? Оттуда, откуда пришли, в тот лестничный марш. А если у нас есть несколько учебных классов, все по-основному и все туда ломаются. И что будет? Паника, слаботворение, друг на друга прыгать и так далее. Поэтому, когда вы рисовали плаву фас, вы должны тоже распределять были эти потоки. То есть здесь у нас классы, да, например, ровно половина, а половина ровно в офисе. Я просто говорю, да, вот так и распределять вы должны. Ваш выход один, никто не опасу. У нас попытный обор, как он как раз играет ровность, вдруг получит мороз. Конечно, вы должны все знать. Я вас тоже поведу не в этот, а у нас есть второй выход, в котором я вас поведу. Если, конечно, поведу, никто же не знает. И также вы должны проводить практические тренировки по эвакуации вашего персонала издания, не реже одного раза полного. Вот это вот вопрос. Это как должно быть сам документировано? Это где-то есть? Либо актом, либо журналом. Есть даже положение. Да, журнал отдельно, может быть. Есть положение вообще для методической рекомендации по эвакуации персонала издания. Очень хорошие методические рекомендации. Там прям глобально все описывается, но вам этот глобализм не нужно просто составить акт о том, что такого числа проведена эвакуация. Во столько-то, во столько-то условное загорание там-то, там-то. Охрана там сработала удовлетворительно, вызвала пожарную охрану условно, да, открыла все эвакуационные выходы, проводила всех сотрудников. Сотрудники, отвечающие, переотключили электроэнергию там за это и так далее. Считаю, проведение оценок не ставим, просто удовлетворительно все службы сработали и время тоже не пишут. Потому что время у всех расчетное должно быть. А что за что отвечает? То есть это приказ необходимый? Какого-то инструкции на каждой структуре? А, еще должна быть инструкция, да, по эвакуации вашего персонала и здателя. Вот есть...